Всем привет, с вами я Павлин, и добро пожаловать на мое новое видео. Заранее перед всеми извиняюсь за мое отсутствие, да и честно я сейчас могу плюс-минус только говорить. Ну знаете, горло разболелось, так, извините за отяжку финала, выпустил бы еще в понедельник, да вот тут проблема с горлом такая, то что сложно даже говорить было, да и сейчас даже болит, но плюс-минус уже хотя бы могу озвучивать, вот сейчас пытаюсь. Второй чемпионат, думаю, начнется где-нибудь через недельку, ну может чуть поменьше ждать надо будет. Ну кстати, также об изменениях. Изначально я думал сделать в финале раунда уровни 8 к 8, но потом решил, что надо будет сделать 10 к 3, но в данном видео я снимал как 8 к 4. Почему? Ну, по примеру, потому что я считаю, что когда ультамат красный 8 уровня убивает зомби-задиру только с 8 выстрелов, это думаю не очень нормально. Ну, будем приходить к сражению, думаю. Подписывайся на меня в телеграмме и сражение. Команда васаби против команды латука. Первый раунд. Тут раунд с задирой ветераном, двумя бумбоксерами и тернозавром рексом. Ну, задир уже уничтожил первое растение, ну и знатно же замедлился. Ну а после ультамат просто спалил задиру с первым бумбоксером и сейчас спалит еще и второго. И да. Что же, тут покажена вторая команда. Тут же очень сильный ближник, как по моему мнению лучший, это латук. Его главная цель это успеть просто убить задиру или успеть кинуть в него масло. Посмотрим, делает он это или нет. И он кинул в него масло, он его убил, смотрите. Но при этом латук умирает. Я не знаю почему это, но игра видимо так решила. Счет 2-2. Ну в принципе, можете вы мне считать, что там балл есть. Второй раунд. Это раунд с протектором и тремя колдунами, которые идут по трем линиям. Ну и думаю, понятно, что будет с этой командой, хотя бы из-за того, что тут нет фланговых растений. Вообще нет. Ну, вы это понимаете. Ну, конечно, васаби кнут там бьет как-то по флангам, но я так и не понял, как это. Ну и впрочем, да и вся команда уже овцы. Смотрим, что же покажет нам вторая команда. Тут два очень хороших фланговых растения и самый сильный ближник. И смотрите, все, уже две овцы и остались три волшебника. И вот смотрите, все замахиваются. Один потерял голову и последним выстрелом оба последних теряют голову. Это шедевральное выступление. Счет 2-5. Третий раунд. Это раунд с зомби-конусом и двумя бочками. Посмотрим, что нам покажет тут эта команда. Ну, хотя, впрочем, что она тут покажет. Мы же понимаем, что у этой команды нет фланговых растений. И с импами тут будет некому сражаться. То есть, как только будет уничтожена первая бочка, понятно, что будет. Ну, и вот, все. Пошли импы по флангам в поражение. Тут же все более просто. Тут два очень сильных фланговых растения. Ну, как, очень сильных. Яблокомет со своим станом. А на восьмом уровне это очень сильное растение. Ну, и метеоритный цветок, который на восьмом уровне обладает тремя метеоритами, а не двумя, как на меньших уровнях. Это вроде с седьмого уровня начинает. Ну, и, естественно, его урон. Счет 2-8. Четвертый раунд. Раунд с лаконеткой головным, быковым ветераном и кардио-зомби, которого все хотели видеть в более ранних стадиях. Тут он закидал протеинами быка, который, впрочем, сейчас в соло справится со всей командой. Ну, и вот. Поражение этой команды было, думаю, понятно. Были бы они более меньшего уровня именно зомби, тогда было бы все легко. Или там он бы зарешал. Ну, тут вы все сами понимаете. Учитывая, что команда куда более большие шансы, а именно, лоток выбросил маслом, но оно прилетело мимо. Ну, и сейчас быка вроде бы догнатно покоцали, но в чем прикол. Им с под протеином сажал яблоко и прошел до косилка. По всем командам по нулю. Пятый раунд. Второй раунд, кстати, можно сказать, придумал подписчик. Ну, почему можно сказать. Тут почти все раунды придумали подписчики, а этот, я имею в виду, именно не с телеграма, а на ютубе. Который просто подал идею, а просто сказал то, что почему нету зомби-шелкунчика. Ну и вот. Он будет находиться между двух и двух зомби с обезьяной. Как по мне, интересный раунд. Но тут очень обидное поражение, то, что обезьяна просто заколотил ультамат. Ну что ж, покажется пятая. Ой, вторая команда в пятом раунде. А именно, тут очень сильный урон. Особенно зомби что-то подошли прямо вплотную. Метеориты бьют почти всех. Ну и лотук решает, вы тоже понимаете, да? Так что мои ранние слова, то, что ультамат решает, перешли на лотук решает. Все, 2.11. Шестой раунд. И тут снова кардио. Вы думали, что мы так долго без него обойдемся? А вот нет. Этот раунд уже придумал мой друг, а именно Соди. Ксла. Подписывайтесь на него. Ссылку на него я оставлю в описании. Очень хороший ютубер. Да и как и человек. Так что подписывайтесь. Ну, а этот раунд интересный. Тут и суть в том, что кардио кидает протеинчиками в мини гарга и им подракончика. Который, кстати, не восприимчивый к огню. Но это, думаю, все знают. Ну, вторая же команда тут в результате, думаю, будет куда более лучше. Хотя бы за счет лотук. Вы это понимаете. Лотук решает. Ну, он даже масло не успел долететь до него, как команда бы выиграла. Счет 3-14. Седьмой раунд. Раунд с двумя пушками и катапультой. Раунд придумал подписчик телеграм-канала. И вот этот раунд уже будет куда более сложный именно для второй команды. Потому что там лотук уничтожат сразу. Ну, а эта команда проигралась с того, что цирковой имп улетел на крайнюю дорожку. Тут же, да, лотук уничтожили. И тут куда больше повезло. Цирковой имп улетел на нужную дорожку для первой команды. Ну, и для этой тут. Тогда, получается, весь урон получает только первый зомби. Ну, и остальные, возможно, сплэшем от метеоритов. Ну, и яблоко одно, конечно же, не справится. Да и тут зомби нас спамил. Счет 3-14. Восьмой раунд. И снова кардио. Ну, а что вы хотели, в принципе. Тут раунд от подписчика, который я чуть более упростил. Он предлагал 7 ведроголовых. Я ожидал. Ну, 7 ведроголовых с роялем. Я ожидал 5 конусов и 2 ведроголовых. И все под роялем. У этой же команды с флангами проблема. Да и думаю, прямого урона бы тоже не хватило. У второй же команды с прямым уроном проблем, думаю, не будет за счет латука. Ну, только с такими быстрыми зомби и за счет кардио будет куда сложнее, думаю. Да и зомби разлетелись по всему полю. Так что, да и до косилки уже зашли. Так что, сложный раунд, скажу. Счет 3-14. Девятый уже раунд. А именно их всего будет 18. И тут, да, тут снова кардио. И тут уже конус. И снова задирый ветеран. Тоже раунд от моего подписчика в Телеграме. Посмотрим, что же нам покажет команда эта. Ну, конуса сжечь они даже не смогли. Только если сейчас ультамат хотел его убить, но удар взял на себя задира. У этой же команды, думаю, проблем не будет. А именно почему? А именно потому, что латук решает. Если он придет на масло, тогда команда выиграла. А ему на масло 100% придет, потому что это 8 уровень. Ну, и смотрите, сколько количества маслов он их закидал. И да, все, команда выиграла. Счет 3-17. Это огромный разгром. Но, думаю, как минимум, финал далеко интересный. Так что, смотрите. Десятый раунд. Подписчик предлагал сначала просто 3 факира. Но я видел такой раунд в турнирах у ПВЗ Дичи. Поэтому сказал, чтобы он как-нибудь его изменил. Он же сказал, давай тогда 1 факира и кардио. Я подумал, будет слишком просто. Поэтому, думаю, то, что лучше бы 2 факиров. И я понимаю, то, что я ошибался. Так как первую команду сожгли запросто. Ну, и вторую команду, я думаю, будет ждать та же участь. Тут у них обоих осталось по одной руке. А именно, меньше половины здоровья. Но они все равно зажгли команду. Счет 3-17. Уже 11 раунд. И тут же у нас катапульта и 2 зомби с черепами. Ну, а также там еще где-то должны идти, конечно, сзади 2 зомби-хиллера. Да, вон они идут. Ну, первое растение они уничтожили. Ну, и в чем плюс именно для этой команды? А именно всем то, что тут нет зомби по флангам. А ультамат с этим справится легко. Для второй же команды тут куда больше проблемы, думаю. А именно из-за чего? А потому, что лотук уничтожает с самого начала. Да, я не поспорю, огненный цветок это огромный имба. Особенно под станом еще яблочной мортиры. Но когда тут зомби с черепом сжигает одного, а теперь тут еще 2 зомби с ведром. Проблемы огромные. Счет 5-17. 12-й раунд. Именно футбольный. Им суперфан уничтожил первое растение, а сам олдстар уничтожил второе. И тут я думал, давай всех зомби с футбольного сезона, что я собственно сделал. Но сзади, думаю, если бы не зомби-маг, эта команда могла бы выиграть. Ну, а так проиграл. Смотрим выступление второй команды. И тут олдстар уничтожает лотук. Кстати, лотук до этого уничтожил имбу суперфана, когда тут еще только летел. У этой команды появляются большие проблемы. Большие и в прямом, и в переносном смысле. Ну и особенно маг, который идет сзади, тоже сильно мешается. Снова счет 5-17. Так и не изменился. 13-й раунд, а именно римский. Я не знаю зачем, но я добавил статую, которая уже сможет двигаться. Которую уже разокаменело чуть-чуть. В принципе, как по мне, жестковатый раунд. Но думаю, за счет того, что какая-то из этих команд все-таки выиграет, а это спойлер будет небольшой, то нормально. Первая же команда проиграла. А именно потому, что не хватает прямого урона. Даже вот такой команды. У второй же команды все куда более просто. Тут они просто будут тащить сначала за счет огненного цветка и яблока. Ну а дальше Латук зарешает самого Гаргантюа. Проблем нету. Счет 5-20. И кстати, там я в конце показал то, что у статуи отвалилась голова под конец, потому что зомби не осталось. 14 раунд цирковой. Тут также присутствует Гаргантюа свой. И тут, думаю, понятно, что проблема для этой команды будет это близняшки, которые под конец полетят. Да, и впрочем, сам фокусник тоже телепортировался на крайнюю дорожку. Вторая команда. Тут же, думаю, все будет более просто для этой команды. Сначала фокусник телепортировал только пепел, который остался. Дальше фокусник сам сгорел из-за метеоритов. Ну и остался один Гарг, которого легко отпинает Латук. Да, и вообще, да, Латук, думаю, дел тут навряд ли дойдет. Но все-таки дошло, Латук просто завершил красиво это. Счет 5-23. Вот уже 15 раунд, скоро последний. Тут 4 зомби с питомцами. А именно, зомби с обезьяной, с курицами, с ласками и там еще сзади идет с индейками. Смотрим, как справится первая команда. А именно, думаю, что тут ждать. В принципе, курицы, ласки и индейки заруинят все, потому что у этой команды нет фланговых растений. Смотрим выступление второй команды. Думаю, понятно, что тут много фланговых растений, но с таким количеством фланговых зомби она явно не справится. Хотя тут немножко не хватило. Счет 5-23. Не поменялся. И вот уже раунд 16, а именно раунд с роботами. Думаю, сюда тоже можно было бы чуть полегче сделать. Ну, думаю, для следующих финалов будет более просто, когда уровень растений будет 10, а у зомби 3. Ну, то есть, более легко. Ну, думаю, что эта команда понятна. Тут фланговые зомби. А у этой команды нет фланговых растений. Что же, пока что вторая команда. А тут же... Ой, шесть. Я уж не могу перестать смеяться, вы понимаете. Такая классная команда. Я просто... Я не знаю. Это гениальная сборка. Я же ее придумал просто на быструю руку. А теперь от нее так фанатеют. Такая классная. Так решает. Это невозможно. Вы посмотрите, латук это ближний бой. А яблоко и метеоритный цветок это все остальное в фланге. Счет 5.26. Это там офигенный прямой урон у второй команды. Я просто фанатею от нее до невозможности. 17 раунд. Это раунд с Гаргантюа. С гитарой. Я забыл, как его зовут. Ну, планирую... Я планировал этот раунд в том, что он будет бить гитара и создавать ударную волну, которая уничтожает растение. Но, кстати, я забыл то, что для этого нужна музыка. Так что, простите. Ну, да ладно. Там по 4 баллов все-таки дам каждой команде. Тут понятно, что с каждой командой справится. Впрочем, если они справлялись с Гаргантюа до этого, которые были куда посложнее. А тут можно сказать, как обычно, Гаргантюа, потому что музыки нет. Я вообще забыл, что для него нужна музыка. Ну, ладно, извините. Счет 9.30. Отрыв огромный. Ну, и 18-й раунд. Второй раунд с Кирпичеголовыми. Я думал, сначала Ведроголовы дать, а потом думаю, да не. Кирпичеголовы тоже интересно. Ну, и вот это Дану приносит этой команде поражение. Хотя, думаю, навряд ли эта команда справилась бы и с Ведроголовыми. Но не суть. Сейчас мы посмотрим самое офигенное выступление второй команды. Тут, кстати, я выставлял огненные цветки, метеоритные цветки по очереди, чтобы метеориты били в разные места. Но потом я помню, что-то мешает, думал, что надо будет поставить их все сразу, чтобы они били в одну цель. Ну, а теперь посмотрите, как Латук решает. Я не знаю, как это... Это просто... Я от этого фанатею. Как же это невыносимо классно. Как же он зарешал их всех. Счет 9.35. И теперь мы знаем именно первых чемпионов из первого чемпионата. А именно это яблочная мортира, метеоритный цветок и Латук. Как по мне, этот турнир вышел очень интересным. И не менее интересным, чем сам финал. Были раунды, да и части турнира, которые прям вот очень интересные были. Где упор в сражениях шел максимально до самого конца. Ну, думаю, новый турнир начну совсем скоро. А пока что надо бы сказать, что вскоре я буду укладывать новую рубрику. А именно, это рубрика прохождения уровней от подписчиков. У меня уже есть несколько уровней. Ну, а также еще подписчик мне бросил задание, а именно пройти эпический квест, который сейчас в игре без каких-либо донатных растений. Думаю, кстати, если... Ну, думаю попробовать это сделать. Ну, а также, скорее всего, скоро будет еще прохождение двухсотых боссов в башне Лингуэй в Mortal Kombat Mobile. Ну, и также обзор на растения. Недавно у меня на канале был опрос, какое растение лучше всего будет запилить на обзор. Ну, и там, как же побеждает тыгринная трава. Значит, думаю, скоро сделаю. Ну, это был финал первого чемпионата. Думаю, на этом я сейчас буду заканчивать. Все подписывайтесь на меня на ютубе и телеграме. Ставьте лайки. Ну, пожелаю вам всем удачи. Всем пока.